Парковочных мест нет, в подвале вода. Пандусы для инвалидов отсутствуют. Претензий от жителей многоквартирного дома на гуще на 150 дробь 4 неприлично много. Постоянный запах, как картофельная ботва загнившая. Постоянная пресса. Ну это что такое? Это первая проблема в списке. Лужа в подвале сохнет уже несколько лет. Ее причина не дождь, а крыша. Так считают жители. Четыре года назад, когда дом сдали в эксплуатацию, проблемы действительно были. Но с тех пор застройщик провел ремонт. По его мнению, сегодня во всем виновата управляющая компания. Не бойся, здесь по колено нигде нет. Ты-то уже промок. Сантиметров 10 тут есть. Когда меняют батареи или делают какие-то ремонты, они сборачивают воду в подвал. Мы когда дом построили, там сделали специальный приемок, он предусмотрен проектом, и выдавали управляющей компании насос для откачки воды. Они, как правило, вот эти шланги не одевают в подвале управляющая компания. И сбрасывают воду именно просто на пол. Если эта проблема только пахнет, то вторая реально усложняет жизнь. Инвалиду-колясочнику здесь хода нет. Чтобы не быть голословными, ставим эксперимент со здоровым человеком. Это не пандусы, а апарели. Так называют подъемники для грузов. Их установка была прописана еще в документах на строительство. По этой причине возникает вопрос, а что такое современный дом? И может ли подобно носить статус современного, если в 21 веке жить здесь могут не все? Проект согласован этого дома, чтобы в доме не предусматривать размещение квартир для семей с инвалидами. А я не понимаю, как допустили такой дом к сдаче, и почему наши чиновники, наша администрация не соблюдают законы президента. Перестроить дом уже нельзя, но помимо этого есть и другие проблемы. Например, пешеход, который упирается в парковку. Еще жители двух этих домов до сих пор боятся, что в их дворе все-таки построят десятиэтажку. Так что ЖКХ-сериал на улице Гущина продолжается. И, по всей видимости, впереди еще много серий. Мы будем следить за каждой. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.